Пункты проведения экзаменов в этом году проверяют в большей степени на соблюдении мер эпидемиологической предосторожности. Бесконтактный термометр, маски, перчатки, антисептики на входе – неотъемлемые атрибуты. При этом ношение средств защиты будет обязательным только для организаторов. Подчеркиваю, что это требует не обязательно по отношению к детям. Все наши аудитории оснащены бактерицидным оборудованием. Это либо рециркуляторы, либо бактерицидные лампы. Соответственно, питьевой режим усилен будет, потому что помимо того, что мы просим участников приносить с собой бутылки воды, а понимая, что жара и бутылки воды может реально не хватить, во всех пунктах проведения экзамена установлены кулеры, одноразовые стаканчики. У входа в учебное учреждение и в аудитории сотрудники сделали разметку для соблюдения социальной дистанции. Привозить выпускников на экзамен будут строго по графику, чтобы избежать массового скопления. Эти графики уже направлены в школы, и школы прибывают в соответствии с этим графиком. Произведен расчет прибытия, сколько времени тратится на заход одного участника. Особое внимание к стерильности помещения. Все поверхности будут протирать дезинфицирующим раствором. В кабинетах будут проводить обработку с помощью рециркуляторов до и после экзамена. Численность участников в аудитории сократилась. У нас есть аудитории, где численность участников максимально 9 человек, и есть аудитории, где численность участников 4 человека. Специально оборудованы места, где для участников экзамена предусмотрены одноразовые маски, перчатки и средства дезинфекции. И участники могут этим пользоваться и в ходе самого экзамена. Заданий, времени на их выполнение и оформление бланков изменения не коснулись. Наблюдателей стало больше, но в аудиториях они присутствовать не будут. Задействован в наблюдении за участниками искусственный интеллект, который все нестандартные ситуации, возникающиеся во время проведения экзамена, фиксирует. А дальше уже модератор, конкретно человек, принимает решение, допущено нарушение процедуры или нет. Что касается общественных наблюдателей, в этом году они не могут заходить в аудитории. Они у нас будут, их даже больше, чем в прошлом году, но они будут находиться либо в штабе, либо в рекреациях. Основные сроки сдачи экзаменов с 3 по 23 июля, с 24 по 28 – резервные дни. Дополнительный период проведут с 3 по 8 августа. Все результаты выпускники узнают не позднее 17 августа. Подать документы в ВУЗы абитуриенты могут уже сейчас. Результаты ЕГЭ автоматически загрузятся в федеральную базу, в которой организатор приемной комиссии может узнать необходимую информацию. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.